итак уважаемые зрители а также гости данного канала с вами алвара и я рад вас вновь поприветствовать на продолжении нашей партии за дом болтонов мы продолжаем править севером и здесь у нас все тихо мирно спокойно а на юге на юге опять кипят войны железный трон и дорон противостоят западным землям и долине уже если мне не изменять память 3 3 войне против тирании дейенерис нашей дорогой дейенерис и эту войну пока что с небольшим перевесом выигрывают западные земли но мы в конце прошлой серии остались стране однако я вас уважаемые зрители спросил как же нам все-таки поступить и что логично и предсказуемо большинство из вас были за независимость севера принципе у меня также тянется рука объявить войну за независимость но пока что я этого делать не буду хочу но не буду почему первая причина бюджет наш немного мал хотя это такая все причина потому что во время войны разумеется можно пограбить и за счет гребежей его выровнять ладно эта причина незначительная можно и с маленьким бюджетом нам объявлять войну вторая причина это начинающаяся оспа а именно эпидемия оспы которая уже охватила почти всю долину и такую значительную часть севера так как начинается данная болячка большинство наших лордов среди которых и полководцы уйдут в изоляцию и в дальнейшем в изоляцию идем и мы а это значит первое у нас в армии просто-напросто не будет полководцев нормальных и адекватных и второе наши войска просто будут истощаться идя по зараженным провинциям конечно пока что это так незаметно потому что здесь 42 тысячи 3 вот здесь 13 тысяч уже в данной провинции и в общем пока здесь идет болячка снабжение будет несколько поменьше и это будет для нас нехорошо ибо такого прямо большого и значительного флота для перевозки 22 тысячной армии мы не имеем поэтому поэтому болячку нам это нужно переждать чтобы а у нас были полководцы б у нас не было истощение по дороге к нашим противникам ну и третья причина а это трезубец и это простор трезубец сейчас находится в стороне как и мы однако имеет десятитысячную армию которая ну какой-то вклад сможет внести будем честны в принципе если им трезубец займет сторону бунтовщиков нас нам в плюс если займет сторону железного трона нам в минус но терпимо в принципе с ней можно будет бороться а вот простор 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 это совсем другой разговор 60 тысячная армия и эта армия теперь принадлежит полностью простору то бишь простор отстоял прошлой серии свою независимость от железных островов и волен идти куда ему заблагорассудится а это значит он сейчас находится в мире в дальнейшем ближайшее время он вероятнее всего кому-нибудь до объявить войну его окружают западные земли железный трон и дорн если же простор объявит войну бунтовщикам а именно западным земель землям то для нас будет такой такая себе перспектива объявлять войну ибо западные земли и долина по-быстрому проиграют войну и дейенерис обратит свой взор на нас а это для нас не очень-то и хорошо однако если простор объявит войну либо дейенерис либо дорну то для нас все будет скажем так чики-пуки но если останется в стране то тоже в принципе сойдет поэтому как я хочу сейчас поступать сейчас мы переждем оспу а как только оспа закончится будем смотреть по ситуации объявлять нам войну или нет может к этому времени уже как конечно она и закончится но я пожалуй все-таки рискну что же запускаем время и по моему я вам все сказал уважаемые зрители что хотел однако или не все а нет стоп 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 не все не все относительно наших династий и лордов за стеной у них как вы помните постоянно происходит восстание одичалых и я изначально думал то что это из-за рисков бунтов однако однако вот здесь например 2 процента и бунт может происходить в общем за кадром я решил узнать почему происходит восстание и зашел за одного из этих лордов и знаете что восстание происходит из-за ивентика то бишь одичалы собирают банды и объявляют вас о начале восстания этот ивентик происходит как я понимаю из-за культуры а это значит что а это значит то что на севере постоянно будут происходить восстания давить их особый смысл особого смысла нет плане того то что они появятся в дальнейшем снова однако как я скорее всего буду поступать если же будет поднято восстание но при этом так же на подожди но при этом повстанцы не могут осадить крепость так как у них просто не хватает сил я это буду оставлять как есть если же если же у повстанцев будет достаточно сил для того чтобы занять провинцию мы будем делать ну по стандарту требует точнее по стандарту чтобы повстанцы заключили мир если они это будут делать замечательно по станиакой вас по станиакончена замечательная фраза восстание окончено и мы ждем следующего ну или ждем пока сменится культура если же одичалу и победят то мы просто ну поверят и не захотят признать мир как мы их требуем то они разумеется будут сразу же предателями они захватят провинцию останутся под нашим контролем мы просто отзываем у них этот титул вассалы наши не против и отдаем обратно тому человечку который правил этой землей до одичалу в общем-то план у меня такой так наша жена верховная леди беременна замечательно надеюсь у нас будет сын и надеюсь к тому же он будет смышленный одаренный и все прочее однако сейчас свободное свободный советник у нас есть этот свободный советник это это наш мастер над шептунами пускай он раскрывает заговоры далее далее костылян вот произошло восстание 163 бойца они не могут осадить провинцию а значит мы оставляем все так как есть тем более так как они не могут осадить провинцию вот уже болячка начинает досаждать дредфорту в общем так и не могут захватить данную провинцию счет будет помаленьку капать в пользу аркастана блэйка и дальнейшем он сможет заключить мир сам собой так что нормально пускай они просто будут в этой провинции так теперь главное не прокаркать винтерфелл идиот болячка идет и еще на счет этой самой оспы как нам ее побыстрее изгнать из наших земель один момент одно мгновение построим госпиталь конечно мы на это потратим 100 наших монеток но я думаю это вполне себе осознанно и перспективное вложение тем более мы скоро эти 100 монеток себе в возвратим так прошли уже сотни лет с тех пор как кланы угрожали долине чем-то более серьезным чем рейдом однако дошли слухи о кроле который объединил кланы и собрал большой отряд воинов которые намерены отбить себе плодородные земли долины вот у нас такой красавец старых богов гор веришь замечательно вы подняли восстание и сколько вас и вас 5000 заговор раскрыт нашим мастером над шептунами замечательно пять тысяч горных воинов скажем так горцев и они сражаются против долины а долина сейчас располагает тоже примерно пятью тысячами бойцов и к тому же предыдущие лорд долины погиб при неизвестных обстоятельствах и к власти пришел его сын лорд элберт второй который помолвен с нашей тетушкой тетушкой ну что ж ладно пускай так еще одно восстание 174 бойцам так сразу же закрываем ворота чтоб не прозевать оспу а что у нас здесь а у нас здесь все так же нормально оставляем все так же как есть так наш придворный фрей женись на ком пожелаешь кого-то взял какую-то женщину барбару замечательно совет вам да любовь так заговор раскрыт снова прекрасно и из-за того что мы ушли в изоляцию наши вассальные лимиты несколько так поубавились что разумеется для нас не очень даже и хорошо улучшаем отношения с нашей сестрой прекрасно и у нас рождается сын рамси можем переназвать можем дарин ну что ж пускай дарин болтон наш перспективный наследник однако он у нас не смышлены не гениальны но хоть и не тупой что разумеется для нас неплохо милорд есть мнение что один из ваших вассалов может прекратить взаимодействие с рождебными вам фракциями ты у нас кто ты узнал нас карт старк вежливо мы тебя попросим и ты отказываешься ты у нас претендуешь на север и я посмотрю да именно данная фракция самая многочисленная лорды хотят видеть теперь на троне карстарка прекрасно мы правили нашим дедом рамси рамси русы первым пиявка и на троне хотели видеть нас руса 2 однако как только мы пришли к власти сразу же захотели видеть на троне карстарков ну или как альтернативу я посмотрю они хотят видеть кого-нибудь другого из болтонов а именно нашего дядюшку который правит с кадосом что ж мы его туда посадили он там вполне себе неплохо справляется и милорд я смиренно прошу вас вмешаться от моего имени против агрессии лорда эдарда флинта который вторгается в мои земли ты откуда и куда ты отсюда и сюда ну что ж ладно приказываем прекратить он будет заклемен как изменник мы арестуем его за измену я назову кого-то другого законом правителем в доме его дозора либо же в этот раз так ну в принципе ты у нас что он ты у нас минус 51 по отношениям мой друг и и и и и можешь ли ты взаимодействовать с какими-нибудь фракциями против нас ты взаимодействуешь поэтому арест прекрасно избавились от данной войны и к тому же получили в плен одного из бунтовщиков теперь он против нас ничего сделать не сможет бросаем в подземелье почему бы и нет умирая ух ёпросто дредроуз роджер дредроуз сожалению мертворожденный печально очень печально и начинается сразу же новое восстание одичалых и вот как раз эти одичалы вполне себе представляют угрозу так господа завершаем войну понятно клеймим вас как изменников однако можем просто попытаться похитить как вариант тоже это можно провернуть шанс похищения 1291 процент но что-то мне подсказывает то что это похищение будет длиться очень даже долго так относительно еще одичалов так рюриков ты у нас тоже тут да да у тебя тоже происходит восстание в тайне окей но благо здесь одичал их тоже мало что ж хорошо оставайтесь пока что так ээээ недолго дредроуз сопротивлялись окей так ты у нас при дворе ты у нас при дворе мой дорогой друг замечательно теперь что касается одичал как я и говорил отзываем у них титул никто не против потому что ты у нас предатель прекрасно окей и как я понимаю все таки титул надел все создавать не надо потому что восстания будут еще более обширные и уже будут претендовать вероятнее всего именно на надел то есть на герцогский титул и с этим у нас будут большие проблемы так и где ты у нас мой друг дредроуз жена твоя вышла на свободу вышла прекрасно пожаловать титулу земли и мы возвращаем тебе центральный клык правь сновь этими землями и пожалуйста не умирай от гриппа прошу тебе 30 лет у тебя успешное исцеление так что живи к тому же к тому же ты сам еще огого жена твой огого и вам нужны наследники так что давайте плодитесь и размножайтесь мои дорогие друзья ну и кроме того у него к нам теперь еще более лояльные отношения прекрасно прекрасно так одна из амберов в нашей темнице выросла и стала грубым дипломатом ну чему еще в темнице научишься правда так отлично эпидемия эпидемия отступает и интерфейл она даже не достигла прекрасно так ты мой друг против тебя мы заговоры больше никакой не создаем далее можем уже открывать ворота и наш юстициари лорд Брандон Сабиров сфабриков претензий которые мы можем заявить что ж я не против претензий вождества долина оленево рога заявляем эти претензии здесь отличал их сколько здесь отличал их тысяча шестьсот тридцать а что у нас касательно юга простор в стране простор в стране пятьдесят пять тысяч что касается дейнерис дейнерис выигрывает данную войну у тебя сколько бойцов у тебя пятьдесят семь тысяч почему потому что а фрей фрей стали новыми правителями трезубца верховная леди лиана фрей замечательно а что произошло у нас с бейлишами а бейлиши как я понимаю вымерли верховный лорд алестер бейлиш умер от зараженной раны у него был сын он был мертворожденный и брат его тому же весьма гениальный человек умер от неизвестной болезни лорд бейлиши прервался и теперь трезубцем правит фрей черт возьми страшно сон тали сбылся что ж ладно хорошо вот теперь теперь я понимаю то что мы правильно не вступили в эту войну ибо с пятидесяти семи тысячи мы явно ничего сделать не сможем даже если войска будут разделены десять тысяч шесть тысяч ну и конечно же еще дорон дорон сколько имеет бойцов двенадцать тысяч мы двадцать три не подтянем к тому же дракончики ну что ж ладно в таком случае пока что продолжаем экспансию на север жалко то что мы не совбриковали претензию сразу же на герцогство но ладно что есть то есть так войска объединяемся на границе с ночным дозором и уже оттуда будем действовать так вежливо просим прекратить взаимодействие с фракцией и разумеется отказываем заразы заразы ну да ладно так объявляем войну и идем на наших противников а что касается флинта а флинт у нас а флинт у нас требует испытания поединком прирост престиж у нас не такой уж и большой поэтому я не хочу жертвовать соточкой престижа поэтому ну что ж мой дорогой друг у вас есть на это право против вас выступит какой-нибудь из моих придворных во-первых какой у вас боевой навык восьмерочка у моих придворных максимум шестерочка ну или же нет никого подходящего и мы тратим 30 монеток хочу ли я это думаю нет поэтому выставляем нашего первого претендента и начинаем бой выйдет из тюрьмы что в принципе предсказуемо ну ладно с тобой мы уже испортили отношения но фракция не такая уж на данный момент и сильная да да всего лишь 24 процента мелочи мелочи так здесь часть войск мы можем даже распустить это будет слишком много чтоб не слишком нагружать наш бюджет всего лишь 1700 бойцов ну и в общем вот этих сил будет для нас вполне себе достаточно мастер над монетой есть кандидаты есть и это наша жена почему бы и нет пускай она управляет нашими землями нашей бочиной и ведет ее к процветанию далее находится еще один полководец 12 навык но при этом лидер осады так что превосходно он мне очень даже подходит и у нас в полководцах а в полководцах у нас два места как раз так раз щелочка назначаем и еще одного где ты мой дорогой друг а у нас же есть еще и мгловер мой дорогой еще один друг но тебе уже 65 лет и ты болен раком хотя 14 боевой навык дает о себе знать ну ладно выберу я вот ага еще один мастер осад замечательно в стране у нас их достаточно так много а вот я по моему как раз и наняли верный слугам плюс 50 отношений ладно хорошо и замечательно объединяем войска и вперед на север армии мы лично командовать не будем умирать нам наши 18 лет не присталкнуть одичалова поэтому направляем просто наших полководцев в бой мастера осад мастера оружия и все прочее все прочее все прочее так вперед истощение будет истощение ну особо так не будет хотя на землях одичалых оно будет жаль жаль 1800 нет в любом случае оно будет и по отдельности вести войска особого смысла не вижу кроме того наш дядюшка путь обучения давай-ка мы тебя отправим на путь долго и наша тетушка смышленая тетушка ты у нас будешь дай бы тебе духовное образование но мы не можем так что давай-ка ты будешь учиться интриг почему бы и нет так а мы идем данными вот путями через белое древо в эту провинцию встаем и ее по-быстрому уберем штурм 13 процентов в нашу пользу прекрасно и идем дальше конечно наши войска будет несколько изничтожены голодом болезнями и всем прочим и ваш жрец был окружен отчаянной толпой нищих в округе дредфорд и серьезно ранен раздавая милостыню бедным от вашего имени хм благотворительность может быть опасной кто бы мог такое подумать об этом подумать так давайте встали в провинцию и вперед на штурм нет никаких ценностей но да ладно не беда так возьмем штурмом еще парочку провинций и я надеюсь мы успеем быстрее чем наш враг будет штурмовать земли сэмбала тролло одного из наших недавно назначенных лордов но вы знаете скажем так хотя вы уже хотите мир да мир вам мы сдаемся на следующих условиях получаем провинцию замечательно принимаем мы вашу капитуляцию прекрасно и вы успешно захватили вождество долина оленьего рога после победы над великим вождем кулом боевым волком из-за вершины клыков мороза должна ли эта территория прикрепиться к личным владениям Винтерфелла или великий вождь кул боевой волк будет править в качестве законного владельца изменит свое мнение изменит свое мнение получит или же так долина вождество оленевого рога подождите мы так ладно хорошо но стоп если если ты останешься правителем этой земли то ты же по сути дела должен будешь остаться вершиной правителем вершины клыков мороза и все эти земли должны будут перейти к нам а если мы просто возьмем себе данный титул мы отберем его у тебя и ты будешь править каким-то из других ну-ка ну-ка если я правильно понимаю хопа та-дам мы подчинили себе большую часть владений за стеной прекрасно прекрасно получили мы себе распоряжение вассала одичалова и я думаю от него захотят очень быстро избавиться и в дальнейшем все эти земли перейдут к новым династиям прекрасно прекрасно и я даже не против такого поворота событий так синишаль давай-ка будет нашим новым синишалем так или не новым синишалем костыляном вообще как-то все равно перевод немного съехал на мой взгляд потому что синишаль костылян название как-то поменены в общем новым нашим костыляном становится Аргустон хотя возможно он и был ладно не суть возможно что-то перепутал в общем войска наши распускаем у нас появляется вассал который владеет ну герцовским титулом и кучей вассалов за месту и мы можем отозволить этот титул не можем почему потому что ты не являешься предателем вот логика лордов пастероса то есть одичалы это необразованные неотесанные люди но при этом отзывать у них ничего нельзя они этим владеют на законных основаниях мы их не любим но они этим владеют так что пускай остаются странная логика странная ну ладно хорошо в таком случае старые добрые дедовские способы убить всех благо этого человечка у нас много кто не любит в государстве превысили ему конечно вассальный лимит и утверждаем план после убийства возможно вассальный лимит еще на какое-то количество у нас будет превышен и к тому же я бы еще не против получить какой-нибудь один из вот данных титулов чтобы создать на дел сломанная ветка и передать всех этих вассалов под командование кому-нибудь одному а вот данные земли а данные земли подчиняются дредфорту и их я никому отдавать не хочу по крайней мере пока ну или по крайней мере я бы хотел отдать их кому-нибудь из болтов возможно кому-нибудь из своих детей еще одному сыну как вариант ну или как вариант дарину болту пускай править пока этими землями дредфордом и эти рингом а в дальнейшем уже будет править гравитация может быть смертельным вождь у нас отъезжает окей 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 и наследником к сожалению являлись не мы и вся власть переходит вот к данному человечку владеет он теперь у нас наделом рожащий берег и наделом вершины клыков мороза а мы получили что а мы получили свои подчиненные вождя фальба из стилова берега больше мы никого не получили больше мы никого не получили так надо было сразу сделать следующее отправлять прикрывать претензии дальше нашего юстициаря далее сдаем заговор против тебя мой дорогой друг пускай он будет успешным здесь кто умирает ага понятно кто умирает умирает жена рюрика который теперь зовется охотником умирает она от пищевого отравления печально однако она успела оставить рюрику наследника рикарда неплохо было бы если бы у него было название династии рюрик и чем не рюрик но в комментариях было написано рюрик поэтому оставим так как есть получили мы как я понимаю еще небольшую гвардию своего распоряжения потому что это как бы не наемники не вассалы и не вотчина ну и гвардейцы разумеется тут тоже не отображаются ладно плюс отряда личной гвардии это всегда хорошо так назначаем мы нового жреца и этот жрец как вариант будет отправлен за стену обращать местное население местных одичалых веру старых богов хотя с другой стороны я не прочь бы был все таки уверовать во владыку светом так одичалы и белое древо заявили что верховного лоркуса второй болтон недостойный правитель если говоря вот этот ивент и возвещает о восстаниях то есть вот у данных всех правителей которые не одичалые и не исповедуют веру старых богов за стеной у них происходят такие ивентики и постоянно начинаются восстания что плохо некрасиво и разумеется очень даже досаждает ну ладно что это белоснежный морж обдавитель подписал мирный договор не обратил я внимания на твое имечко а ага лорд сэмвел трулу лорд а ты у нас был кем а ты у нас был кем так как я понимаю наш лорд сэмвел благополучно расправился с теми самыми бунтовщиками одичалами ну что ж сыню хвалю и уважаю его за такой подход к делам ну а мы идем разбираться с этими одичалами 70 человек восстали зачем а кто бы их знал а кто бы об этом ведал так проклятые изменники где-то еще люди восстали и люди восстали в мысе морского дракона что ж войска из Винтерфелла должны их образумить вперед в атаку что у нас до юга а на юге ух ёпп а на юге тут что-то в травмовых землях все очень сильно поменялось ну как по крайней мере мне кажется хотя возможно что-то путаю и все было так же изначально раздроблено большинство лордов штурмовых земель да можно в принципе вот так посмотреть сражаются против Дейенерис а половина лордов запада и какая-то часть лордов долины сражаются за Дейенерис интересно интересно хотя меня больше всего волнует простор а простор ну да как я предполагал напал однако напал он на герцога он благополучно выиграл эту войну и теперь отхапал все часть западных земель и возможно будет разрастаться в дальнейшем эм магнияр магнер тормот объявил войну против тирании правителя эм окей а кто ты такой ты у нас тэн и ты у нас сын хехех девочки карстарк Элис Карстарк Которую, да-да-да-да-да-да Ее старший сын Унаследовал изначально Кархолд, насколько я помню Или это был не ее? Нет, скорее всего Это был ее сын, потому что его Убили мы Ладно, я уже тут запутался Кто правил Кархолдом? Да, вот Вот он Вот ты тоже правил, но потом перестал править И вот еще один Тен Или это один и тот же? Это один и тот же Тен В общем, какая-то не разберика с наследованием, но Тены объявили нам войну Зачем? А кто бы их знал? А сколько у них бойцов вообще? И где они находятся? У них ноль бойцов Внушительная армия, и они И они на землях Рюрика Эмм Стоп, что? Вождество Тенни Оно здесь Но здесь Тенни И здесь проет Рюрик Стоп, это номинально Титул или нет Вождество Тенни Просто титул Линия наследования нет А А А А А Нет, я не понял Наследников нет Находитесь здесь Какая линия наследования Агнатические открытые выборы Какая-то странная ситуация, я вам скажу Ну да ладно И так сойдет Так, здесь Гвардио оставляем Здесь войска в бой Потеряем 5 престижа Почему бы и нет Повстанцы разбиты там Повстанцы разбиты сям А как мы с вами воевать? Вы хотите белый мир? Вы хотите белый мир? Я его тоже хочу Замечательно Выдвигаем требования Окей Окей Замечательно Превосходно Что у нас по заговору? А по заговору я не пригласил людей Сверхразум Сверхразум Но сейчас я думаю Заговор удастся И после Данного заговора Серию мы будем Понемногу завершать Ага Еще одно восстание Не беда Вперед в атаку После удачи В данном заговоре Нам перейдут точно Две провинции И два Надела И надела я бы вообще Предпочел бы уничтожить Потому что Как я понимаю Их раздавать особо смысла нет Ибо будут восстания Еще более внушительные Либо же Либо же Отдавать их придется Одичалам Но в таком случае У нас будет с ней Постоянный Минус по отношениям Из-за данного трейда Общественное мнение Минус 50 Мы не одичалы Поэтому плюс 50 Нам не видать Плохо? Плохо Так Стражники притащили Амбера Из его темницы Мой дорогой друг Тебе 53 года Не пролюжа в мир иной Боевые навыки 5 И 17 Лично мы с тобой На бой не выйдем Далее Престиж я опять же Тереть не хочу Ну если ты даже Выйдешь Истемниц Ты под Под Скажем так Как же это назвать Потерял мысль Под предводительством Одного из наших Фассалов Поэтому У вас есть право Против вас Выйдет Четвертый навык К тому же Лидер осады Тебе я не пущу О! Одичалы Седьмой навык Вперед В бой Хорошего боя Бан И Вы с ликованием Наблюдаете Как Бан Управляется С его мечом Убивая Защитника Амбера А я вообще Не того выбрал Нужно было Чекать защитника Но в любом случае Боги их покинули И Амбер Отправляется Как вариант В мир Иной Почему бы и нет Казнить его Благо у нас есть На это Причина И мы можем Это сделать Так Страх увеличится На 5 Как вариант Содрать кожу Страх увеличится На 5 10% шанс То что Верховный Лорд Руса Второй Получит черту Палач 10% шанс То что Получит Тур жестоким Амбер Умрет Получим Или не получим Вот в чем вопрос Не получили Но увеличит страх Ладно Почему бы и нет Я очень даже Не против этого Но как я понимаю Восстание у нас Все еще будет происходить К тому же Заговор еще какое-то время Будет Будет Подготавливаться И уважаемые зрители Вероятнее всего Следующую серию Я начну с того момента Как завершу Данный заговор И после того Как у меня Перейдут Еще две провинции Я назначу Новую знать Чтобы они И не правили Ну а на данной Ноте Уважаемые зрители Я буду С вами прощаться К сожалению Войну нам Не удалось Развязать Из-за того что Земли Трезубца Присоединились К железному трону Но я думаю У нас еще Будет возможность Это сделать Я по крайней мере Надеюсь на это Но в любом случае Уважаемые зрители Я Сейчас Буду с вами Прощаться И надеюсь То что мы Встретимся В следующих сериях Что разумеется Будет Ну что ж До свидания И до скорых встреч